Нынешний отопительный сезон милостив к теплоэнергетикам. Таких уж длительных и трескучих морозов пока не было. К тому же после провального прошлого отопсезона в городе провели масштабную реконструкцию теплосетей, заменив проблемные участки. Мы выявили на сегодняшний день на 100 с лишним дефектов больше, причем это на магистральных сетях, где риск гораздо выше. Но одно дело, там произойдет повреждение на внутриквартальном трубопроводе, где в зону отключения попадет один-два дома. И другой вопрос, когда происходит повреждение или необходимость отключения участка трубопровода магистрального, когда в зону отключения сразу попадает несколько десятков, а может и сотни домов. Как бы то ни было, нареканий в адрес тепловиков пока очень мало. Оборудование работает в штатном режиме. Температурный график и гидравлический режим выдерживаются. Все потребители у нас 100% подключены к отоплению. Думать о том, что завтра закончится отопительный сезон нельзя. Основные морозы нас ожидают в февраль, март, ну и до середины апреля. Для того, чтобы найти и обезвредить, то есть устранить повреждения, у тепловиков в запасе имеются специальные устройства. Основная наша задача – это поиск повреждений на сетях подземной прокладки. Для этого мы используем акустические теческатели. То есть принцип – просто на акустике по прибору считывается изменение сигнала, которое показывает, что там создалось напряжение в металле, либо там утечка, либо что-то еще. Но это достаточно такой давний способ поиска. В прошлом году нам скупили такое оборудование коррекционной теческатели, который более подробно позволяет определить повреждения. Это вот 8 датчиков, которые устанавливаются на подачу на обратке, на 4 трубы. И потом сигнал отсюда передается на ноутбуку, с специальной программой обрабатывается. И выдается в виде схемы с указанием, что на расстоянии 5 метров есть повреждения на подачу. Это рефлектомеры. В принципе такой, что также снимается электрический сигнал, и прибор выдает изменение состояния. Увлажнение изоляции, обрыв проводников. И указывает конкретное место повреждения. То есть в перспективе, когда все трубопроводы будут переложены в эти новые, в ППУ-изоляции, искать повреждения можно будет только специальным оборудованием. Здесь есть специальный глаз, который можно внутрь трубопровода заводится, и внутреннее состояние трубопровода можно рассмотреть. После окончания отопительного сезона программа по реконструкции теплосетей в Балакове продолжится. И уже сейчас вовсю идет подготовка к ремонтным работам. В данный цех также транспортируется трубная продукция, которая далее подлежит занесению гидроизоляции и уже применяется на объектах. В этом году главные усилия Балаковских теплоэнергетиков будут сосредоточены на масштабных реконструкциях трех протяженных участков тепломагистралей на улицах Вокзальная и Тернавская, а также капитальных ремонтах трубопроводов на улице Ленина и Саратовском шоссе в зоне ЦТП-74. Также в планах ремонт зданий и сооружений 26 Балаковских ЦТП и павильонов, в которых осуществляется распределение теплоносителя и оснащение узлами учета тепловой энергии ключевых точек тепломагистрали Балакова. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Именно поэтому блогерам предложили поучаствовать в профилактическом осмотре тепловых сетей на пересечении улиц Шевченко и Вокзальная. После 20-минутного проветривания тепловой камеры при помощи газоанализатора с зондом рабочие провели забор воздуха и анализ на его пригодность для дыхания, дабы выявить наличие или отсутствие угарного газа. Если газа нет, можно спускаться. Кроме этого, блогеры увидели, как происходит работа с обращением граждан, а также, каков алгоритм действий, если произошел порыв на теплотрассе. «Начальник смены сразу информирует единую диспетчерскую службу, которая взаимодействует с МЧС, ГИБДД, передает одновременную информацию. Там у них порядка 8 сотрудников, те, которые находятся ежедневно на смене». Отметим, что по сравнению с прошлым годом ситуация на теплосетях стала лучше, и это заметили горожане. Может, балаковские тепловики прошли некую точку невозврата, и теперь их курс на реконструкцию и безаварийную работу сетей. Продолжение следует...